Итак, друзья, мы в Испании, в Бенедорме, и сегодня встретили фантастического человека здесь же, на курорте. На данный момент он живет в Ирландии, он сейчас сам все расскажет. Это абсолютно чемпион мира в... ...по спортивной гимнастике. Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и чемпион Советского Союза также. Здесь я оказался случайно, захотели отдохнуть с семьей, ну и так получилось, что случайно встретились с хорошими людьми на пляже. И вот сейчас будем говорить нашу историю о случайных встречах. Они случайными не бывают. Да, Игорь, хотел такой вопрос задать. Почему спортивная гимнастика, это же самый опасный, один из самых опасных видов спорта? Ну, это так и есть, потому что высококоординационный вид спорта, и это призвано всеми спортивными институтами. Поэтому, сказать, что непростой вид спорта, но в то же время красивый, зрелищный, яркий. И по статистике его смотрят на Олимпийских играх. После легкой атлетики идет спортивная гимнастика. Круто. В каком году получил вообще первый кубок, медаль? Первая победа? Первая победа, основная такая взрослая победа, это чемпионат Советского Союза, 89-й год, Волгоград. И после этого, буквально через месяц, абсолютное первенство чемпионата Европы. И потом, через 4 месяца, абсолютное первенство, абсолютное первое место на чемпионате мира в Штутгарте. То есть, в Германии? Да, в Германии. Именно это произошло. И, можно сказать, 89-й год, это был мой самый звездный год в моей спортивной истории. Ну, не считая 92-го года, когда я стал олимпийским чемпионом. Но на самом деле, 89-й, это очень ярко в моей жизни. У меня такой вопрос. Вот Штутгарт, когда стоял в зале, награждался, что чувствовал? Это уже, ну, скажем, европейская арена. Это уже мировая арена. И это было ощущение просто офигенное. Когда ты стоишь первым, и когда ты прошел уже столько, скажем, пропустил через себя эту всю гимнастику и понял, что твоя мечта сбылась. И, в общем, я мечтал быть номер один в мире еще с детства. В 7 лет я захотел стать чемпионом мира, когда увидел впервые Олимпийские игры в Мюнхене, где выступал Андреан Николаев Фимович. Это был мой кумир. И я сказал маме, я хочу быть, как он. И так получилось в жизни. Я сделал все те результаты практически, которые сделал он. Сколько лет прошло с того момента, когда ты сказал, я хочу быть таким, как он, и до того момента, когда ты уже действительно добился... 13 лет. За 13 лет ты прошел путь от самой идеи до воплощения? Да. За 13 лет я прошел путь от самого маленького юного спортсмена-гимнаста в городе Антрацит. Это самый маленький городок в Луганской области. 20 тысяч населения. И через 13 лет я поднялся на пьедестал. И меня смотрело очень много. Я думаю, что больше 5-6 миллионов зрителей. Очень круто. В какой момент действительно захотелось стать абсолютным чемпионом мира? Прямо решение, в какой момент это пришло? Решение пришло, конечно, оно пришло... Я же сказал, не хочу повторяться. Это в детстве я хотел стать таким знаменитым и, скажем так, титулованным. Это уже осознанное решение. Это пришло, когда уже я почувствовал, когда попал в сборную Советского Союза в 87-м году в основной составе. И я понял, что я могу быть номер один в мире. И в тот момент уже были тренировки? Да, в тот момент были, да. Все были тренировки, централизованные сборы. Естественно, соревнования, международные соревнования. И по мере, скажем, восхождения на пьедестал, по мере, скажем так, продвижения своей спортивной формы, своих показательных выступлений, упражнений на снарядах, я понимал, что я могу. И для того, чтобы это сделать, нужно было отказаться от всего. Максимально сделать все, чтобы твоя идея воплотилась в жизнь. Кто помогал? Были люди, которые помогали на пути к восхождению? Я могу сказать, я немножко счастливый и удачливый человек в этом плане, что мой тренер, конечно же, первый тренер Шемякин Анатолий Петрович, потом Николай Ефимович Андрианов. И вся тот сон знаменитых спортсменов, которые были вокруг меня. Это Королев Юрий, Белозерчий Дмитрий, Люкин Валерий, Артемов Владимир. Это имена, которые вписаны золотыми буквами в мировую элитную спортивную историю. То есть, такие люди, которые шли с тобой по жизни, действительно тебя вдохновляли? Да, в тот момент они меня вдохновляли не только, скажем так, словесно или морально поддерживание, показывали свою работу и показывали мне, тем самым сделай лучше нас, быть лучше нас. И я это сделал. У меня еще такой вопрос. Сколько стран объехал вообще за свою жизнь? 46. 46 стран. Это 46 стран, именно площадок, где ты награждался, получал медали, я так понимаю. Да, это в мою активную спортивную деятельность. Ну и потом я стал тренером тоже, который воспитавший олимпийского чемпиона, призера Олимпиады, серебряных команды 2000 года, и также бронзовых призеров Олимпийских игр. И, в общем-то, вкупе все мои спортивные деятельности, да, 46 стран. Как супруга относится к этой деятельности, опасному виду спорта? Ну, в общем-то, она относится позитивно, потому что она сама изнутри спортивной гимнастики, и она тоже заслуженный тренер Украины, воспитала чемпионку мира, финалисток Олимпийских игр, чемпионок Европы, то есть она тоже очень-очень довольно-таки известная фигура в нашем спорте. То есть вы друг другу помогаете? Да, это не всегда легко, но, конечно, мы, как говорится, друг друга поддерживаем, помогаем. Что спорт, большой спорт, это всегда степень риска, степень, скажем так, провала очень высока. И еще такой вопрос, что спортсмены делают для достижения такого фантастического успеха? То есть это, возможно, какое-то правильное питание? Хочу вот совет спросить, правильное питание, именно вот правильный какой-то водный баланс, возможно? Обязательно, без этого никуда, и в любом случае нужно смотреть за своим здоровьем, нужно принимать, скажем так, те микроэлементы, пить витамины правильные, и питаться очень правильно для того, чтобы твой организм был максимально, скажем, готов в нужный момент взорваться именно энергетически и правильно морально, и, в общем, это все то, что ты ешь, это твоя внутренняя энергия, да, и поэтому это очень важно. То есть все спортсмены, они знают, что такое водный баланс, что такое правильное питание, они не боятся, я так понял, подкармливать свой организм какими-то микро-макроэлементами, это для них абсолютная норма. Это обязательная позиция со всех сторон, потому что для того, чтобы выходить на высший уровень, на более, скажем так, максимально серьезные элементы, твой организм должен быть реально готов к этому. Для того, чтобы был внутренний резерв, чтобы именно вот этот организм, когда ты принимаешь микроэлементы правильно, когда у тебя правильный водный баланс, он максимально готов на самую максимальную результативную деятельность. Круто. И на сегодняшний день, вот я вижу, мир трансформировался, у нас сегодня уже не советские времена, поэтому многие ребята, многие ребята идут в спорт, многие ребята хотят построить свой бизнес, многие ребята пробуют сейчас, не боясь абсолютно, вот что-то новое, они не работают по матрице, они не живут по матрице, мир вот трансформировался, стал абсолютно свободным. И, конечно же, каждый человек, который пробует что-то новое, он хочет добиться результата. Вот в каком состоянии люди добиваются вот таких фантастических результатов? Что нужно иметь, вот внутренний мир, как он? Я хотел бы сказать, что спорт и бизнес, они очень-очень похожи по своему состоянию внутренним. Нужно быть максимально целеустремленным, нужно починить свои идеи все максимально, не бояться, скажем, иногда и падений, которые происходят с тобой, потому что кто не падал, тот не поднимался, поэтому для достижения цели нужно максимально идти вперед и ничего-ничего не бояться. Дать себе цель, дать себе просто такую задачу, быть номер один и идти к ней. То есть полное состояние одержимости? Совершенно, полное состояние одержимости к тому, что ты должен достичь вот этого топа. Топ – это самое лучшее. И тебе не важно, что вокруг творится, кто что говорит, как думают люди, возможно, кто-то не поддерживает? Я скажу, нужно от этого абсорбироваться полностью, потому что люди, которые тебя любят, уважают, они всегда хорошо тебе скажут. А те, которые, скажем так, даже, в общем-то, и улыбаются, и хотят делать вид, что они тебя уважают, они все равно сделают свое пакостное дело. Да, без этого никуда. Но самое главное, в любом случае, идти вперед, уважать всех, улыбаться, всем говорить «Здрасте», «Доброе утро», «Добрый день», быть открытым по-настоящему». Такой момент. Вот человек, который действительно уже побил все мировые рекорды, и, в принципе, это потолок в спорте. То есть, вот не придумали межгалактический статус, там, олимпийского чемпиона, его просто не существует, абсолютный чемпион мира. Он и есть абсолютный. И вот где-то внутри, сейчас, занимаясь, скажем, уже в свободном полете, творческой деятельностью, воспитывая новых спортсменов, хотелось бы еще раз вот выйти на какую-то арену, где сидит 50-70 тысяч человек, получить, опять же, овации, признание, когда поднимают флаг твоей страны. Конечно, это желание, я скажу, это в определенной степени наркотик. Конечно, хочется всегда быть впереди планеты всей. Хочется действительно доказать себя еще проявить в другом, в другой ипостаси. Я скажу, что бизнес, это тоже очень интересно. И хотелось бы тоже себя проявить в этом непростом, непростая деятельность. Но если ты подходишь программно, сконцентрированно и позитивно смотришь на это, в любом случае это интересно всем потом рассказать, как ты добился успеха. То есть повторить, еще раз повторить. Да, повторить, почему нет. Повторение матч-учения, да. Поэтому спортсменов бывших не бывает. Нет, и олимпийских чемпионов не бывает, тем более олимпийских чемпионов. Олимпийские чемпионы, они готовы еще раз повторить то, что они сделали. Да, и 100%. И в другой, в другой, другая, скажем так, жизненная позиция, она всегда немножко стимулирует, проверит себя, можешь ты быть тем, кем ты был раньше. Являясь на сегодня тренером, я понимаю, что у вас, возможно, огромное количество молодежи, да, вот у вас разные, разношерстные группы разного возраста. И получаешь кайф от того, что вот ребята растут, они получают какие-то свои медали. Ну, если не получать удовольствие от своей любимой работы, то зачем этим заниматься? Если ты занимаешься и чувствуешь, что у тебя это получается, и когда ты видишь эти детские глаза, когда они блестят и носят медали, да, ты чувствуешь, да, все-таки ты даришь добро, ты несешь добро в мир. То есть у тебя вот на сегодняшний день руководствуется тем, чтобы передать свои знания, то, что ты умеешь, то, что ты знаешь. Всегда руководствуется тем, чем ты владеешь, что у тебя есть, скажем, хорошее, нужно поделиться с людьми, с детьми, с окружающими, и тогда это добро всегда пойдет дальше. Ирландия. На сегодняшний день живете в Ирландии. Я знаю, вы тренируете команды вместе с супругой. И как смотрите вообще насчет того, чтобы переместиться в Испанию, возможно, Италию, в более теплую страну? Ну, почему нет? Все-таки наша жизнь – это вечное приключение, вечное путешествие. Поэтому если все будет хорошо, если взаимодействие будет правильно с Корон Клаб, я думаю, это будет только плюс для нас. Все-таки это было секретом, да, то, что мы с Игорем говорили о том, что есть возможность рассмотреть сферу бизнеса. И так как я сам лично занимаюсь уже более четырех лет в Корон Клаб, я понимаю здоровье на сегодняшний день гораздо больше того, что понимал четыре года назад. И почему я обратился вот к Игорю именно за советом, как у человека, который побил все мировые титулы, как он относится к БАДам, как он относится к здоровому образу жизни, к подкормке организма на клеточном уровне. И к моему удивлению действительно был ответ, что это абсолютно норма, все спортсмены это делают. И многие спортсмены даже имеют какие-то свои секретные свойства, чтобы добиваться фантастических результатов. И не только спортсмены, но и нормальный простой житель, обыватель, который, в общем-то, живет на этой планете, обязаны следить за своим здоровьем? То есть я всегда говорю, что люди, которые не думают о своем здоровье и не следят за собой, ну, мягко сказать, это глупые люди. Потому что нам дается одна жизнь, один организм. И если мы за ним не следим и издеваемся над ним, поэтому вот он нам, наверное, также отблагодарит. Сто процентов. Он будет так же мстить, если ты с ним так же обходился, как с непонятным каким-то веществом или с каким-то организмом, или с какой-то вещью. Нужно за собой следить обязательно. Нужно действительно кушать нормальные препараты, которые дают тебя чувствовать просто волшебность утра. Свежим, здоровым, легким, с желанием идти дальше. В общем, я думаю, что в этом есть большой смысл. Мне понравилась история, когда я спрашивал за олимпийские медали. Я говорю, Игорь, ну хорошо, как вот спортсмены борются с весом, хочется покушать, еще что-то. Он мне сказал такую вещь, говорит, я должен чувствовать себя вот как струна прям. Да, это ощущение должно быть в тебе, когда ты уже на пике формы, ты должен чувствовать себя очень-очень легко, как перышко ты должен быть. Ты должен руководить своим телом очень легко и изящно. Тем более это спортивная гимнастика, это все у тебя в твоих руках, твои ноги, твоя голова. Это должно быть такое взаимопонимание, такое, скажем так, даже на уровне подсознания. Ты даже не даешь команду, организм уже отвечает. Поэтому смотрите вперед и живите здорово. Игорь, я благодарю за интервью. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Знакомьтесь с людьми, никогда не знаете, кого встретите. Еще раз, случайных встреч не бывает. Мы, у нас много связывает, мы оба с Украины, мы оба иммигранты. У нас были разные цели, разные достижения, но то, что мы встретились абсолютно не случайно. И я уверен, что наша тема уезжает в Ирландию. Да, она будет там развиваться, не только в Ирландии, надеюсь, по всему миру. Поэтому встретимся, друзья. Я уверен. Встретимся, друзья. Встретимся. Это был Игорь Коробчинский. Чемпион мира, абсолютно чемпион мира. Все, всем пока. Всем пока. Удачи. Игорь Коробчинский. Субтитры сделал DimaTorzok